частенько спрашивают меня о моей жизненной позиции то есть у всех есть какой-то определенный ориентир по жизни какой-то жизненный кредо какое-то вот устоявшиеся мнение на что-то одно это точно моя жизненная позиция что все люди добрые вот и какой человек по жизни я вообще по жизни крайне оказывается энергичный человек и я любитель поржать то есть вот сегодня вот искала композиция одна мне понравилась крайне печальная нашла я ее случайно так как я увлекаюсь просмотрами видео постмотр это викторианская эпоха когда делали посмертные фото это как правило единственная ценность была как сувенир на памяти о человеке который ни разу не фотографировался хотя бы посмертно и так как в то время было повышенное количество детских смертей естественно в основной своей массе фотографии несли в себе фото мертвого ребенка где-то придавали мой жизненный вид как будто глубокий сон ну в общем не суть важна понравилось мне это аудио я начала у автора просить это аудио и начала его искать и наткнулась на видео пока искала вот это видео заново наткнулась на видео где не сдержавшиеся ведущие там телеканалов каких-то там новостей не сдержались начали ржать там что-то комментирует в общем это было очень смешно моя первая позиция желать всем всегда добра и позитива то есть вот каждый вот я искала негатив и искать позитив то есть чтобы у всех людей которые вот ищут как подать в суд на соседа там или на человека который как вам кажется очень сильно обидел вот но не можете вы разрешить ситуацию вы решили там подать в суд а вам тут что-нибудь такое позитивное прилетело вот что-то на такого позитивного накопали даже поржали от души стало легче вот вот обратите внимание человеку всегда легче когда он поплачет и когда поржет от души прям вы знаете такое ощущение как бы дозу чего-то такого стимулирующего прекрасного получил что жизнь мне кажется такой говеный в этот момент это первое что я всегда желаю людям второе что я всегда желаю людям это здоровье даже конченому дураку я желаю здоровья для чего потому что здоровье это как максимум предупродолжительность жизни то есть чем больше здоровья тем более продленная жизнь то есть у него больше шансов поумнеть как минимум если человек злой то я почему желаю здоровья злым людям чтобы у него было больше времени однажды за свою злость будем получить и сделать какие-то определенные выводы и немножко в добрее пожить то есть вот допустим злому человеку отпущено 50 лет жизни а я ему желаю вот 80 прожить то есть за 50 лет злости он все-таки к 50 годам получил за свою злость то есть ответку какую-то конкретно и еще 30 лет живет позитивным добрым человеком то есть чтобы у него успела поменяться жизнедеятельность восприятие жизни там еще что то вот к примеру потом все считают меня крайне энергичным человеком меня есть даже люди которыми скипидарные называют то что я не могу спокойно прогулочным шагом практически ходить и вот однажды мне психолог сказала что вашей жизненную энергию если перевести в физическую то вам до 100 лет можно работать на лесоповале без ущерба для здоровья вот ну и третья моя позиция в основной своей основная это все таки вот можно сказать что по жизни накрыт что я считаю что все люди без исключения добрые просто у кого-то добра больше у кого-то меньше у кого-то надо там неделю экскаватором копать чтобы до добра докопаться а у кого-то оно на поверхности лежит и вот никогда не считаю людей злыми они все добрые они все злые до поры до времени просто каждый раз если человек тебе повернулся жопой ты тоже будешь поворачиваться жопой ты человека не рассмотришь ты будешь видеть только его жопу ты даже свою жопу видеть не будешь ты повернулся к нему жопу как-то рассмотришь человека если ты сам к нему жопу повернулся поэтому попытайтесь сделать так как при любой непонятной ситуации улыбаемся и машем улыбаемся и машем отвечайте вежливо но потому что разосраться вы всегда успеете в конце концов правильно говорят если собака на тебя ты же не будешь на нее кидаться и тоже лает начинать на четвереньки вставать пытайтесь разговаривать но не слишком уж там чопорно литературным языком как как вы можете себе такое позволить ведь я всегда считала вас высокоинтеллектуальным человеком оппонентом который достоин моего внимания ну уж не такими уж естественно словами там елки-маталки человечное человечное все мы люди человеки у всех кровь настроение желание поднимается и падает и поэтому если вы хотите чтобы вот 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 жизненная позиция вот как хочешь чтобы относились к тебе так относись к другим пытайтесь ставить себя на другое место я не могу сказать что мне в 100 процентах это получается но пробовать надо в большей части естественно получается а как говорится много это не мало и если много получилось то почему бы не продолжать вот вы можете поделиться со мной своими впечатлениями горьким опытом или хорошим опытом когда у вас было так что ты вы человека которого считали уже безнадежно злым развернули свою сторону не то чтобы навязали свою позицию а разделили мнение и нашли общий знаменатель всего доброго